Возведение атомного ледокола Ленина, история строительства первой в мире атомной электростанции и даже стен, целиком посвященный Юлию Харитону. На выставке «Хоронить вечно» представлено более сотни экспонатов, объединенных в 17 сюжетов, каждый из которых посвящен определенному направлению развития и главным событиям атомной отрасли. Эти события, они каждый раз дополняются новыми эпизодами, они каждый раз дополняются новыми документами. Они дают возможность понять, какое большое количество людей было задействовано в атомном проекте. Они им жили, они творили, они отдавали свой ум и талант нашему общему делу защиты Отечества и созданию ядерного щита. Выставка «Хоронить вечно» придется по душе горожанам любого возраста. Здесь можно найти исторические фотографии, шаржа на знаменитых ученых, нарисованные их же коллегами. Прописаны от руки сценарии первых документальных фильмов, посвященных атомной отрасли. При этом практически каждое событие можно увидеть собственными глазами. Сцены сопровождаются экранами, на которых идут отрывки документальных фильмов. Но самое главное, здесь собрано большое количество уникальных документов, которые долгое время находились под грифом «совершенно секретно». Архивные документы, как нельзя, наиболее ярко подчеркивают многообразие того, что было сделано в то время. Одним из главных экспонатов выставки стали 12 томов рассекреченного материала. Это первая научная фундаментальная публикация атомной проекта СССР. Организаторами выставки стал Центральный архив атомной отрасли. В нем собрано более 400 тысяч документов не только госкорпорацией, но и в том числе тех ведомств, которые были привлечены к работам по атомному проекту и в дальнейшем вошли в состав отрасли. В качестве примера два формирования, два девятых управления НКВД СССР. Одно из них руководило работой немецких ученых. Во второе входил комбинат номер 6, первое уранодобывающее предприятие в нашей стране. Выставка продлится до 31 мая. Посмотреть на уникальные документы может каждый желающий в часы работы музея по коллективным заявкам. Мария Ирунч, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.